Тут еще и дерево упало, еще одна машина, тут что-то вообще какая-то проклятая местность, да посмотри все дохлые в округе, это что за прикол такой? Всем приветики, рада видеть вас на моем канале Телька Плей, я Наташа, сегодня мы с вами поиграем в новую игру, которая называется Midnight Essence. Эта игра была схожим с Фрэнк Боу и другими подобными играми, поэтому мне очень интересно стало посмотреть на эту игру, я тем более игры в таком сеттинге люблю, она немножечко правда пиксельная, но ничего страшного, надеюсь, что здесь будет хорошая сюжетка, потому что о чем будет эта игра, я вам сказать не могу, потому что описание было в стиме на английском, и мне было впадло его переводить, так что будем сейчас с вами на ощупь, собственно, вникать и смотреть, поэтому усажьтесь поудобнее, мы начинаем. Специальное издание, первое созданное мной для души, бесплатная игра, которую я выпустила в сентябре 2017 года, а теперь перевыпускаю в 2020 году в этом специальном издании. Надеюсь, игра вам понравится. Октави, хорошо. Окей, спасибо. Пока что мы видим звездное небо. Вон там, видите, созвездие Медведица, так сейчас самое время читать гороскопы. Короткая игра. Октави на бару. Ну, слушайте, я считаю, что человека надо поддержать. Молодец. Ну, раз короткая, то значит на одну-две серии, может быть даже на одну. Флэр Барнс, 29 лет, очень скоро она узнает, какие ужасы может скрывать пустынные дороги. Маньяки, расчлененка, сбитые животные, проститутки. Флэр остановилась поменять спущенную шину. Она еще даже не подозревает, насколько это происшествие изменит ее жизнь, а также восприятие действительности. О, жаль, конечно, этого добряка. А что, я должна радио крутить? Я просто выключила. Мне надоело слушать этот белый шум. Вот, и я просто поехала дальше. Меня зовут Клэр. Сегодняшний эпизод шоссе. Слушайте, мне уже нравится то, что мы видим. Интригует. Опа! Кто-то столб повалил. Наверное, это бобры. Подгрызли его. И, собственно, на этом компетенция Клэр. Все. О, нет. Какого хрена? Неожиданная преграда. Еще одна причина для Клэра становиться. Возможно, ей стоит поискать помощь, если она хочет как можно скорее продолжить свою поездку. К счастью, она замечает знак, указывающий направление до ближайшего телефона экстренной службы. Давайте пожелаем ей удачи. Ну, давайте пожелаем ей удачи. Это что такое? Пропал какой-то мальчик. У мальчика какие-то черные глаза меня отпугают. Может быть, если я просто в машину посидеть? Ладно. Посидела и хватит. Ладно, пошлите. Это что такое? Какая-то щеколда. Не думаю, что это хорошая мысля. Потому что кто-то вот этого мальчика оторвал. А, вот здесь он хороший, кстати. Посмотри. Ладно, пойдемте дальше. Так, так, так. Ага. Все, я просто проверила. Тут произошло ДТП. Фотография. А, это семья этого мальчика, видать? Его очень любили, мама, папа. Но, видать, и мама, и папа больше здесь нет. Я вижу здесь болторез, но от него нужно найти ключ. Я нашла молоток и какую-то веревку, неплохо. Ну, на ключ-то не похоже. Что это у нас? Пугало, которое нужно сочинить. И опять этот мальчик. Слушайте, мне кажется, тут сейчас будет призрак этого мальчика. А вот оно, наше пугало. А, там нужно в определенной последовательности, что ли, сопоставить это говно. Кто швабру сломал? Э? Кто сломал шваберку? Давайте посмотрим еще раз. Если вниз, вверх как будто бы, да, надо пойти... А, ну вот две руки у пугало кверху. Давайте это с вами сделаем. Значит, прям вот к самому верху. Вот так. А можно как-то сопоставить? Может быть, надо повязать? Может, мне надо молотком тебя? Слушайте, что-то как-то мне немножечко непонятно, но мы сейчас с вами придумаем. Не, ну очевидно, что вот так. Сломанная швабра не вставляется. Он не хочет почему-то вставлять. Ладно, пошлите, пока сходим с вами назад, потому что я пока не совсем понимаю, что нам тут делать. А, вон там, кстати, телефон. Она не знает, что с этим делать. Веревку сюда нельзя. Применить швабру. Так. Я немножечко сломалась. И не понимаю. Хорошо, давайте я попробую пройти вот сюда. Может быть, я... Значит, надо решать что-то в стороне пугалки. Пугалки, пугалки, пугалки. Ну, тут я не вижу ничего, чтобы мы могли взаимодействовать. Я вижу здесь только семейную. Может быть, мне надо шваброй что-то протереть здесь, и я тогда увижу сокрытое от меня. Но как будто бы, видишь, не дает мне протереть. Значит, все-таки не так. Заперто здесь. Может, молотком раздолбаем? У нас с вами какие-то проблемки. Пугало как-то вставляется. Вот. Две руки у пугала подняты кверху. Значит, пугало что-то там откроет нам дверь, если мы правильно что-то сделаем. Но я не вижу, чтобы пугало что-то шевелилось, кроме как рука. Может быть, нужна какая-то определенная последовательность? Да нет, мне кажется, надо две руки. Ву, а что ты не вставала? Так. Хорошо. Мы это решили. Я говорила, что надо было сделать что-то с пугалом. Говорила. Это дом, в котором жила семья этого мальчика? Мне уже не нравится этот дом. А нормально, что я в него... Ёб твою мать. А тут что-то все как-то в кровушке. Слушай, мальчик, походу, сын дьявола, судя по всему. Потому что я уже выключил телевизор нафиг. А то он меня нервирует. Батя, значит, купил себе машину. Был этому рад. Ой, думаю, не стоит заходить. Ух ты ж. Я так понял, мы больше не увидим, что там было в ванной. Прекрасное семейство. Я вижу какую-то дощечку. А, мы должны взять с вами свет. Могилка. Я так понимаю, это могилка мальчика. Теперь у меня есть гвоздь. И я так понимаю, что мы можем с вами переделать дощечку. Ну, подожди. Моя хорошая Клэрочка. Раз. А, угу. Ну, самостоятельная. Молодец. И что, мы тут можем что-то увидеть? Или мы можем взять только фонарик? Хорошо, у нас теперь с вами есть фонарик. Мы можем посмотреть, что там у батя. Что случилось с батьком? Я так понимаю, что-то у них какая-то трагедия семейная случилась. Батя помер. Ой, у него глаза вытекли, что ли. Господи. Вот это прикол. Ладно. А у него как будто бы укусили. Может быть здесь зомби-апокалипсис? Слушай, моя хорошая, а ты не хочешь взять, может быть, собаку? Какой свет фонаря? Хорошо. Вопрос, знаешь, какой у меня теперь? А вот у нас была мама. Да, еще? На фотографиях. Куда делась мама? Мама же не могла куда-то пропасть. Значит, она тоже где-то тут присутствует? Может быть, мы ее дальше где-то с вами встретим? Вот и все. Перекусили с вами. Пошлите, нам надо вызвать механиков на помощь. Тут еще и дерево упало. Еще одна машина. Тут что-то вообще какая-то проклятая местность. Что-то посмотри, все дохлые в округе. Тут что за прикол такой? Куда меня занесло? Что-то как-то не круто. Значит, смотри, здесь мужчина и какая-то карта нарисованная, да? Что бы это ни значило. Какие-то вот там вот метки через пещеру, какая-то дырка. Я не могу сказать, что это мне говорит. Но это, походу, бригада скорой помощи. Какой-то снимок МРТ или что это, не понимаю. Очень много вопросов. Но, скорее всего, это какие-то метики. Да, видите, они исследовали этого мальчонку. Значит, мальчонка какой-то непростой оказался. Мы не хотим позвонить? Алло. Алло, алло. Заберите нас, пожалуйста. Алло. А телефон-то не работает, походу, прикинь. А-а-а! Призрак, мальчик. Ой, не надо, а зачем? Ой, сейчас он меня убьет. Из него что-то выпало. Слушай, может быть, мальчик не призрак? Но я поняла, что этот мальчик. Может, у него какие-то суперспособности, и его не приняли? И он, случайно, не совладав со своей силой, поубивал своих мать? Флэр Барнс, 29 лет. С огромным усилием она, наконец, умудрилась оттащить упавшую опору воздушный лэп на обочину и продолжить поездку. Все еще дрожа от ужаса, она остановилась на первой же попавшей заправке. И сообщила властям о всех ужасах, которые только что пережила. Полиция не нашла ничего необычного на этом участке дороги, никаких признаков аварии или следов таинственного мальчика. Мужчина, проживающий на соседней ферме, был найден в состоянии легкого опьянения, без видимых признаков увечий. Газеты не написали ни единого слова про ужаса, что довелось пережить Клэр той ночью. Она продолжила жить как раньше, пытаясь убедить себя, что она все же не сходит с ума. И что она, скорее всего, просто увидела что-то, чего видеть не следовало. И все. Такая коротенькая игра. Слушайте, ну игра оказалась прям действительно суперкаротенечкой. Но в ней что-то есть. Хотелось бы прям подольше такую игру. Потому что это вот прям в нашем стиле. Нам такое с вами нравится, такая чернушечка. Поэтому жалко, что игра такая короткая. Я вот что-то прям расстроилась. Мне она понравилась. Я бы с удовольствием провела бы за ней побольше времени. Пишите, как, кстати, она вам. Не забывайте подписываться на каналчик. Поддерживать лайком. Ну, а на этом мы, собственно, с вами попрощаемся. Спасибо, что были со мной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok